Валерий Юшкапин, главный тренер Спартака. Пожалуйста, ваши вопросы. Мирслав, хорошим спросом, Валерий. Такой вопрос сразу мне уходит от вас. Учитывая важность матча, учитывая турнирную ситуацию, расскажите, как вы относитесь к назначению на этот матч арбитра Казменко, который, а, молод, сам по себе не слишком опытен и, по-моему, даже не является еще арбитром КФА, б, уже допускал в своей карьере два года назад результативные ошибки в ходе Зенита, причем дважды в одном матче, в матче с Динамо, он не назначил пенальти в ворота Зенита и не засчитал чистый динамовский гол, потом его отстраняли в какое-то время. Вот он судит теперь центральный матч тура и, может быть, всего чемпионата. Вот ваше отношение к этому. И, может быть, вообще ко всей системе назначения арбиты в нашей стране. Ну, вообще говоря, системное назначение сейчас, в данном мое, мне кажется, неслисообразно, потому что, как я понимаю, насколько знаю, она поменялась в переходном розетте. Ну, вот здесь, я думаю, что видно по этим назначениям, что ставка идет на омоложение, потому что доверяют, так сказать, больше доверяют молодым судьям, но, как раз на этот матч, такие матчи все-таки должны люди с опытом судить, то есть ответственность, понятно, больше, давление больше, народу больше, просто, молодой судья, они говорят, что он плохой, хороший, не знаю. То же самое, что происходит с молодыми футболистами. Выпускать одно дело футболиста на полупростоном стадии, его никогда ничего не решается. Это одно. Другое дело, когда выпускать там на 80 тысяч стадион, где-то он забитый, и какая-то важная игра, естественно, может затрястить, что же самое с судью может произойти, поэтому... Не говорю конкретно про Кадменко, про молодые судьи, надо доверять, согласен, вопрос в нет, но именно на такие матчи, мне кажется, это слишком рискованно для всех. Потом, опять же, эти скандалы могут превратиться, даем шанс, появляется шанс, что может превратиться в скандал, который абсолютно не нужно. Не было мысли оспорить вот такое назначение? Или это бесполезно просто? Нет, ну опять же, насколько я знаю, по новой системе, то есть оспаривать клубу, того или иного арбитра, судью, в смысле, того или иного судью, представляется возможным, так что... Хотят рисковать, но... Но это рискуете и вы, в том числе, ну и вы, и Денин. Ну а мы что мы и сделаем? Шансов нам не дают, решать, наверное, как влиять. Будем играть так, как хотят. У вас, ТФС. А мне кажется, в принципе, это несколько стран, знаете, что получается. Значит, оспорить назначение невозможно, да? Жалобы уже, по-моему, второй год подавать невозможно. А если, извините, беспредел судейский наступает, ведь такое что же случается? Как бороться? Ну, как бороться? Как нас уверяют, что бороться с этим должны представители судейского корпуса, то есть руководители. То есть они все видят, как они говорят, все видят, все замечают, отмечают, и... Делают... Ну, будем смотреть, как будет развиваться ситуация. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Сергей Новосов, Антон Плюс, который с матчем в логическом неделе изменит меньше времени. А сколько это сыграло с Фатурой? Насколько сыграло, не знаю. Насколько сыграет. Да, сыграет. Насколько сыграет, посмотрим, сыграет. Ну, чувствуете ли вы, что у Спартака есть небольшое преимущество в этом отношении перед тянетом и летом? Ну, у любой команды, которая... которая готовится, там, без игры, на неделю, наверное, есть какое-то преимущество, наверное, есть. Только и другое дело, что его еще надо реализовать. Так что посмотрим. Не факт, что кому... Сколько было раз, когда команды играли в среди недели, и в конце недели тоже играть так же хорошо. Зависит, я думаю, и от нас, и от Ленинда. Какой, не знаю, первый. Пожалуйста. Валерий Алексеевич, спорт. Хотел бы знать, будете ли вы ломать голову над тем, кого поставить, допустим, что помените или верите мне? Насколько играет на их появление вдвоем в основном? По поводу, будут ломать или нет, будут ломать и сеть. Проявятся они везде или нету, знаете, непосредственно перед... Алексей Дмин, РБК-спорт. Олег Юрьевич, после домашнего поражения от Ленинда в официальном твиттере Зенита была такая запись «Поздравляем друзей из Польши с победой». Как вы считаете, для российского чемпионата правильно поздравляем? В твиттере. Что это такое? Официальный твиттер? Интернет-фишечка какая-то. Отписывают различные статусы. И вот на официальном твиттере «Зенита» было написано поздравляем. Как официальный сайт, только в меньших разных. Это официальный сайт или не официальный сайт? Это официальный сайт. Это официальная страница контента. Кто там пишет? Пресс-служба. Пресс-служба, и не только пресс-служба. Пресс-служба, да. Так, пожалуйста, еще на вопрос. Прошлогодний матч, когда «Спартак» первым из всех участников нанес поражение «Зениту», закончился, ну скажем так, скандалом, да, вы с Денисовым на повышенных тонах общались. Такой вот вопрос. А с тех пор кто-то из «Зениты», конкретно «Денисов» не извинялись, нет? Не извинялись. Это служит лично для вас дополнительной мотивацией вообще-то ситуацией? Или там 0-3 в первом круге сильнее мотивирует? Активация служит то, что нам нужно выиграть, потому что, как я вначале сказали, ситуация и в таблице, и в чемпионате такая, что нам нужны очки, а то, что там происходит опять же повторяйте. У нас многое, ну, просто могу, можно сравнивать с Европой, мне кажется, у нас слишком много, вот все, что происходит на поле выносится потом на всякие комитеты, на всякие суды, на всякие... то есть это пределы поля. Ничего страшного, то, что происходит на поле, остается, ну, есть такое правило, на футболе. То, что происходит на поле, остается на поле. То, что происходит, ну, например, в той же Испании на поле, остается там, никто не хочет жаловаться, комитеты, ябедничь там, еще что-то. И самый лучший пример, это, мне кажется, либо американцы, футбол, либо рыбники. Что происходит там, на поле, там и кусаются, и выступают на голову, и бьют, что-то, как творится на поле. После этого выходит, то есть все выградили. Я же не говорю про боречку, что там братаются все вообще. Выходят, после этого выпили по пиву и разошлись. Абсолютно спокойно. Все, что происходит на поле, это нормально. Эмоции, там, пульс за 200 у всех, ничего страшного. вспоминать о чем-то, что там происходило, где-то на поле. Абсолютно. Абсолютно не нужно, то есть, надо готовить спокойно к гречне. Пожалуйста. Я, ябедничаю, это вы нумерите на то, что Зенит принимал участие в дисципликации бездельно? Ну, явное. Не только Зенит. Зенит, в принципе, я не говорю конкретно сейчас. Все вы знаете, о чем я говорю, то есть, я говорю конкретно, про это, про это и про это. Да, это есть, естественно, у нас. Это то, что официальные письма, сколько еще неофициальных разговоров, вы просто не знаете. Не говорю конкретно, про это, это вообще правильно. Все происходит около футбола, даже не в курсе. Вопрос спортивный. Какова ситуация с Пашулюхом? Есть ли у него шансы сыграть? Я вот Шишуков покинул тренировку раньше, что с ним. У Шишулюка шансов, естественно, нет, потому что он вообще отдельно тренировался, в празднии не остался. Шансов нет, потому что, ничего страшного. А Серкер Родригес? Ну, боковая связка колена, не на 10. Ну, ничего страшного, да. Участие исключено. Валерий Владимир Владимирович, игроки перед вами сказали, что вы удивлены на такой победе «Зенитов» или «Чемпионы». Ваше какое мнение? Потому что, на такой эфире сыграл. Ну, если бы не удалили никого, как вы говорите, крупно выиграли, тогда бы, ну, он был удивлен против 10-ых. Правильно, да, хорошо, молодцы вопросы. Если бы не удалили игрока от порт, то, очень редко, в думу сложилось. Пожалуйста. Вопрос неспортивный. Валерий Владимирович, лихо ответили ловчего. Скажите, пожалуйста, сами писали или Леонид Федорович помогал? Ну, последнее, то, что вы говорите про ответ, то, что касается футбола, да, сам отвечал, естественно, последнее, последнее, абзац, или, корректировал. или последнее, мысли были мои, но, чтобы было помягче, что ли, корректировал. Да, меня осталось только смягчировать. Чтобы Валерий Георгиевич не дисклифицировал перед мальчиком с Денегом. В общем, чтобы не дисклифицировал. Так, пожалуйста, еще вопрос. Реонид Ильич, уже не скажу, какой день, а Александр Муставов в Москве находится. Вы вообще поддерживаете с ним связи, видели с ним? не ведутся, Не поддерживаете с ним? Не поддерживаете с ним? Когда видим, всегда видим. А давно? Потому что мы созваниваемся, нет, не созваниваемся. А виделись давно? Мне все два назад. Короче, важный, и два, если же. Пожалуйста. Так, пожалуйста, если вопросов больше нет, все? Тогда Валерий Георгиевич подпишитесь.